Древний некрополь, фрагменты зданий и сооружений. Неожиданные находки у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе обнаружили археологи. Раскопки – этап предпроектных работ, результаты которых учтут при реставрации собора в будущем. Вокруг храма заложили 16 шурфов – раскопов для археологических разведок. Остатки первой площади древнего города Херсонеса Таврического считались полностью уничтоженными. Изначально все думали, что при строительстве собора, вот эта центральная площадь, городище была практически вся уничтожена при планировке. Однако шурфы нам показали, что здесь сохранились различные сооружения, сохранился культурный слой и даже сохранились погребения. Это вот такой научно-археологический результат. Во время работ обнаружили множество находок разных периодов. Фрагменты амфор с клеймами, сосуды, бронзовую пуговицу и ключ. Свинцовый нательный крестик, фрагменты стеклянного браслета, керамические изделия и многое другое. Кроме того, археологи вскрыли несколько погребений рядом с местом, где в древние времена существовал храм. С останками будут работать антропологи. Ясно только, что это едва ли рядовые жители города, потому что у храмов, конечно, простых людей не хоронили. Да, и ясно, что среди погребенных есть также и женщины, поскольку в общей могиле найден стеклянный браслет. А грунтовое погребение, которое сейчас открыто, наш антрополог определил, что оно принадлежало женщине, возраст которой не достиг 25 лет. По словам ученых, основная проблема собора – повышенная влажность. Вода задерживается в конструкциях храма и около него. И это может привести к разрушению. Система водоотведения была продумана при строительстве храма, но сейчас не функционирует. В здании планируют оборудовать систему отопления и водоотведения. Работы проходят при поддержке фонда «Моя история». В рамках проекта планируются первоочередные работы по замене инженерных сетей, системы отопления, водоотведения, кондиционирования и всех тех жизненно важных систем, которые позволят в дальнейшем сохранить на долгие годы памятник. Фондом профинансированы первоочередные работы по археологическим изысканиям, которые как раз и лягут в основе изучения дальнейшего состояния памятника и развития проекта. В рамках проекта отреставрируют и туманный колокол. Около него заложили три археологических шурфа. Ученые рассказали, что колокол в хорошем состоянии, однако замены требует металлическая балка, на которой он подвешен.